Короче, вот эти качки в трусах, которые такие брутальные, красиво где-то идут. Нет, они красивы, но они настолько красивы. Вот, когда, знаешь, красота становится такой сладкой и даже слащаво неприятной, потому что нельзя быть таким красивым. Потому что нельзя быть красивым. Нельзя быть таким красивым. Чего он красивее меня? Живи, он нос вообще просто как... Так ты просто завидуешь, мать. Нельзя просто так. Слишком красиво, поэтому в Турцию никогда не летала. А я теперь и не поеду, я рилфик не смотрела, чтобы сердце не остановилось. Поехали, что ли? Поехали. Улезу за орехами. Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Наконец-то, наконец-то у нас сегодня в гостях Ирина Геннадьевна, которого вы ждали под каждым парфюмерным видео. Ах, как бы было неплохо, если бы Ира пришла к нам в гости и вместе с тобой протестировала. Было бы неплохо, но расскажи, вот почему ты так долго к нам приходила? Потому что я уже замучилась от Твичи. Я переезжала. И все, много можно не рассказывать. В общем, Ирка была занята. Мы всегда стараемся встречаться с ней, когда есть возможность, и записывать видеоролики. Я ее прям иногда мучаю. Я говорю, давай приезжай, а то там комментарии, комментарии, надо Ирка срочно в гости. Поэтому я всегда с губами. С губами. У нас есть 20 ароматов. Скорее всего, это видео я поделю на две части. Не потому что я вредная и решила разделить и раздробить. Просто 20 ароматов, я знаю, что это получится очень надолго. А монтировать это невозможно. Потому что одно видео, часовой, 35-40 гигабайт весит. А у меня в компьютере и так всего там много. В общем, компьютер при монтировании, при монтаже начинает так глючить. Я потом не сохранить, не загрузить. Вообще ничего не могу. Паротехнику менять. Технику. Но профессиональную. Ну, у меня нормальные это. Да? Да. Ну, совсем, значит, бери, как кино монтирует. Сиди там совсем, чтобы у тебя тут вентиляторы. Вот. Поэтому, скорее всего, разделю на две части. И буду сначала смонтирую одну часть, выложу. И я обещаю, что я не буду затягивать. И прям вот смонтирую, выложу прям следующим или через одно видео продолжение. Нашей сегодняшней темой. Я хотела сделать слепое тестирование. По сути, для Иры оно так и будет. Потому что у меня 20 левантов. Помнишь, нам Слава с тобой присылал? Мы уже тестировали. Я повязку забыла. Да тебе не нужна повязка. Мы в прошлом году с Ирой тестировали. Мой зритель, Слава, огромное спасибо за такие царские подарки. Видео уже снимали. И он мне давным-давно прислал еще 20 левантов. Невероятно крутых ароматов. Вот. И я, честно говоря, протестировала их по разочку. Потому что я все в надежде была, что ты приедешь. И мы с тобой снимем прям. И для тебя будут ароматы новые, и для меня. Но не удержалась. И, конечно, где-то что-то по чуть-чуть. Я их сейчас, вот если с закрытыми глазами, не узнаю. Большинство не узнаю, потому что не разнашивала. Вот. Поэтому основной идеей будет то, что Ира пришла к нам в гости. Она сегодня будет главной. И ее мнение будет самым важным. И на твои ощущения мы сегодня будем ориентироваться. А я буду заниматься этими, знаешь, какими... Подавать. Подавать. Задавать вопросы наводящие. И в телефончике искать ноты, чтобы потом сравнить твои впечатления с тем, что есть в пирамиде. Да? Да. Микрофон мы с тобой включили. Все готовы. Брать, наверное, буду... Здесь есть два аромата. Я очень хотела бы с них начать. Но если мы с них начнем, ты потом больше вообще ничего не почувствуешь. Нет, это как не надо. Потому что стойкость такая. Там на одежде я вообще не знаю, сколько держится, а на коже трое суток. При том, что ты моешь руки, ты моешься, и ты постоянно его чувствуешь, чувствуешь. Я такого не встречала никогда. Поэтому, наверное, этими ароматами мы с тобой закончим. Да? Да. А начнем это. Ну, ты, наверное, догадалась, что здесь дешевых ароматов нету? Я не знаю. Не знаю, что я тебе просто говорю, потому что Слава прислала прям подборка хороша. И литочка. Да. Но здесь есть и люкс, и ниша. И поэтому вот... Ну, будешь, да? Люкс, ниша. То есть не как в тот раз у нас с тобой было, когда были какие-то все такие ретровые и с одной серией? Сейчас все равно. Ну, как тебе сказать? Славик любит такое, да? Ну, как тебе? Ну, там не будет цветочков и лепесточков. Понятно, ладно. Ну, да. Так. Мы стоим в фокусе. Дуры, да. Фокусе. Микрофон работает? Работает. А то будет потом обидно снимать 20 ливантов. Опа! Так. Пока отворачивайся, чтобы ты надпись на опробничках не видела. Да? И я начну, пожалуй, вот с такого. А вам я сразу на экране буду выводить название, чтобы вам было интересно то, что мы здесь угадываем. Так, Ир, сейчас они немножко выветрятся, потому что мне кажется многовато. Все, ты можешь открывать глаза. А я пока буду искать ноточки. Очень сложно тестировать огромное количество ароматов друг за другом, плюс-минус в одном ключе. Потом все смешивается. Это не реально. Они полежали, они залежались чуть-чуть. Нет. Нет? Это такой запах. У меня просто так пахнет, когда за... вот я долго не помню. Не-не-не, это их запах. Шерсть мне напоминает. Шерсть? Шерсть. Так, сейчас посмотрю. Шерстяную кофту, когда берешь. Залежавшуюся? Полежавшую, да. Она вот так пахнет. Что-то есть такое. Слушай, если будешь подозревать, что за ноты... Ну, тоже. А, ну ноты тут явно цитрусовые. Так, а что у меня интернет не работает, что ли? Может, а ноты не узнаем? Тут цитрус-мускус. Цитрус-мускус. Что еще? Что может еще овощение свитера давать, как думаешь? Я, кстати, не знаю. Вот я могу только сказать, что мускусы, которые застоялись чуть-чуть, они вот дают такое. Но здесь, если ты говоришь, что это естественно, то, наверное, что-то намешано. Ладно, давай не будем гадать особо понятным, да? Ну, я просто, знаешь почему? Они очень похожи вот на мой Киллиан. Он когда застоянется, вот просто ты вот сейчас брызнула, он прям жуть как похож. Ну, вот ты в принципе... Не, мне кажется, они не похожи, но то, что я понимаю, что ты чувствуешь, как застоявшиеся. Вот что дает застоявшиеся в твоем Киллиане? Не мускус, а что еще вспоминаешь? Нет, роза дает застоявшиеся. Вот здесь роза есть, да. Ну да, кстати, розовый аромат, наверное, вообще в принципе. Для меня все как всегда цитрусами пахнет. Цитрусы и розы. Ну, я тебе говорю, что точно тут мускус, точно есть какие-то цитрусовые ноты, либо, нет, не бергамота, цитрусовые, какие-то цветочки цитрусовые. Ладно, давай не будем про ноты. Давай. Просто вот свитер, да? Свитер. Свитерный аромат такой, да? На свитере будет классно. Да, свитер с розами. Свитер с розами. Свитер с розами. Просто шерстяной свитер с розами. Все, не будем томить. Я очень в нем слышу, если брать цветовое что-то, почему-то в нем коричневый такой мне. Вот он мне ощущается как коричневый, причем коричневый не холодный, а коричневый такой в красноту, в раздоровину, в пурпурках. Вот не знаю, просто ассоциируется с коричневым цветом. Это Том Форд. Аромат называется White Pachuli. В нотах белые цветы. Ты нюхай, я тебе буду это. Да, я слышу. Белые цветы, кориандр, пион, бергамот, амбретто, роза, жасмин, пачули. Ты слышишь, как вот это вот. Я просто с пачули, но вообще с пачули. Ладан и древесные ноты. Мускуса нет, но то, что ты слышишь, это пачули. Я просто понимаю, вот это, мне кажется, что ты ощущаешь пачули очень нехорошаясть. Ира, красивый аромат? Для Том Форда неплохой. Для Том Форда, ты бы смогла носить? Просто Том Форд не мой. Я сколько пытаюсь, думаю, Том Форд, это же модно, это же классно. Я прям подхожу, вот их начинаю в этом нюхать и такая, нет, не мое. Понятно. Ну, это неплохо. А по нишевому звучит или как с люксом? Нет, нет, не с люксом. Забыла я тебя вот спросить. Нет, не с люксом. По нишевому просто... Так, ну что, отворачивайся давай. Второй аромат. Отворачиваем, пожалуйста. Есть что, вон водичку я тебе принесла. А я пока ноты поищу, а ты пока подумай. Как я давно не нюхала, у меня прям разброд в голове и шатание. Вот видишь, как вредно не приезжать ко мне часто. Так. Блин, я слово третий раз. Я сейчас ощущаю все, знаешь, как в магазине. Подхожу, вот это вот, не нравится. Не нравится. Ммм, и все, без слов. Содой пахнет. Содой, не содой содой, а содовой. Лимонады? Слушай, вот про этот аромат я сейчас на тебя немножко расспрошу. Потому что я тебе скажу потом, что меня в нем смущает. И лекарственные какие-то вот эти вот. На чем-то сладком, я не знаю. Он очень своеобразный. Мне кажется, он вообще будет зависеть только от кожи. На то, на которое он попадет. Он не будет вот таким, как он есть. Вот как на бумажке, на моей коже, один в один. Прям один в один. Вот я не знаю, как на твоей, вот на моей. Да. Один в один просто. А мне кажется, вот на меня нанести, он заиграет вообще по-другому. Хочешь нанесу? Если ты потом... Леденцы почему-то уйдет, мне кажется. Я не знаю, как на твоей. Вот на мне так это. Давай это, ниша люкс. Ниша. Не чувствуешь ли ты здесь чего-то стально-железного? Нет. Не чувствуешь? А такого, знаешь, мыльного и вот... Вот знаешь, что у меня? Мыльного чувствую. А мне вот как будто, вот знаешь, где-то вдали-вдали мыло в железной этой лежит. В железной вот этой штуковине. Я тоже предполагаю, что ты говоришь, но у меня с этим не ассоциируется. Не ассоциируется. Вот что-то такое вот прям на заднем фоне. Ну, в принципе, кстати, очень интересно. Хочешь, я тебе на руку нанесу? Нет, потом. Это я потом буду чем-нибудь конкретно пахнуть. Это амуаж, эпик, женский, в нотах, тмин. Не чувствуешь его? Корица. Ну, потому что корица все передает. Дамасская роза, чай, герань, жасмин, ут, пачули, алибам, амбра, сандал, гваяк, ваниль, корень, ирис и мускус. Вот меня всегда удивляет одна вещь. Вот как только... Вот я могу не слышать. Как только ты называешь конкретно именно розу, вот я про другие не могу сказать, розы и ирис. Я их сразу... Они... Во, а, так это вот только ей пахнет. Да. А у меня, знаешь, какая? У меня не с цветами такая история, потому что я в цветах не очень. Это ты их сажаешь там, знаешь. У меня вот, например, ирис. Я все время думала, что ирис сам по себе пахнет так, как я его чувствую в духах. Но как у меня вот здесь два вида ирисов, они вообще по-другому. Это ничего, вообще просто отношения не имеет к тому, что... И вот мне нравится, я почему хотела с ирисом всегда цветать? Потому что я искала вот такой аромат, как на цветке, когда вот он нежно-прозрачный, с кислиночкой вот этот. Короче, вообще... Но у меня вот как у тебя с цветами, у меня такая же история со специями. Потому что вот я не знала, и теперь читаю тмин, вдыхаю, а у меня тут один тмин. Вот, а я так всегда роза, вот она вот что-то вот, вот было, 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 да, всего куча, и тут ты говоришь, роза. И все, и она у меня сразу раз, я вот, и ты ее выдернул прям. Да, я тебя очень-очень понимаю. Ну, в общем, амуаж, эпик, воман, я вчера целый день с ним ходила. Я поняла, что я не могу с ним ходить. Ну, он такой, да. Причем я амуаж очень люблю, у меня там вот фейты все, вообще прям шикарно. Я не могу. Он мне напоминает базой этот, не рефлекшн, а имитацию от амуаж. А я там вот эти же чувствую какие-то химазиатско-мыльные цветы в базе. И вот здесь то же самое чувствую. Я ничего не могу с собой поделать. А я вот при всей его странности и сладости, для меня это сладко, мне почему-то кажется, что я его бы могла бы носить. Вот он бы не был мне, он был бы мне назойлив, но не раздражаю. Вот как брекен. Вот он очень назойливый. Но он меня не раздражает. Там нет вообще ни сладости, он прям... Ирка, когда приезжает, и от ее кофты или от чего-то пахнет амуажем брекен, вот этим, у меня такое ощущение, что Ирка просто в стиральном порошке купалась. Серьезно. Но это на самом деле очень круто. Я обожаю. У тебя вообще, в принципе, я не знаю, с чем ты стираешь, но у тебя всегда вещи пахнут очень чисто, как будто ты их не споласкиваешь после этого, как ее... Персил. Персил. Очень чист всегда. И вот, знаешь, вот этот запах чистых вещей, помноженный на 100, вот так вот от тебя пахнет... Я же просто фанат бытовой химии. Ну, я же прям реально фанат. У меня шкафы, у меня в магазине нет такого выбора. Ты знаешь что, смотри в камеру, будешь разговаривать, а я заодно буду брызгать, чтобы ты не подглядываешь. И я выбирала долго потом, вот, чтобы мне нравилось, как одежда пахнет, постельное мелье. Вот я всегда подбираю прям эти ополаскиватели. Я прям стою и подбираю. Сиреневое мыло. Сиреневое мыло. Тут даже как бы и выдумать нечего. Основное, что услышишь, это сирень. Сейчас я тебе кое-что интересное расскажу про это. Но он не плоский. Не как вот есть цветы России раньше были, что ты такой прям плоскотневый сиреневый надушился. Давай еще кроме сирени что-нибудь скажи. Сирень настолько сладкая? Нет, не настолько. Там, наверное, еще есть какие-нибудь цветочки из разряд каких-нибудь нарциссов или еще чего-нибудь. Что заслащивает этот сирень? Что может? Да вот так можно засластить ванилькой. В общем, не будем это. Ирка в этом плане угадала. Лила Клав, Атамуаш, сирень, гелиотроп, гордения, пион, жасмин, роза, какао. Какао. Ну, может быть, я просто какао, ты знаешь, как странно. Бабы тонко, кори нирисы, базовый нот и ваниль, сандал, пачули. Ну, тут вот этот какао. Ир, на самом деле мы с тобой этот аромат тестировали уже. А вот тут розу я не слышала. Мы с тобой ее тестировали. А, это где я сказала, что с семечками пахнет? Да. Они вообще не пахнет. Да, если вы видите нас впервые, где-то полгода назад, когда по этому отливанту я купила себе в коллекцию Лилы Клав и дала Ирке в слепых затестах. И она сказала, пахнет подсолнухами и семечками. Это он. Теперь смотри, видишь сирень теперь? Вообще не пахнет. Вот. Вот такой вот. Даже найти не могу. Ир, но он же пахнет точно так же, как и тогда? Не знаю, тогда у меня прям вот семечки. Вот я прям, вот прям вот семечки разжеванные, вот этот, я его прям аж вкус чувствовала, а сейчас нет. А сейчас сиренья вахнет. И какао. Я даже пытаюсь сейчас найти те семечки. От Мартина. От Мартина? Так, а я прочитала, да? Маслянистость просто в них есть. Я прочитала нот тебе? Да. Так, значит дальше поехали в лес за орехами. Ира, носила бы, нет? Не, не, не. Не носила бы, да? По-прежнему нет. Так, сейчас я нанесу, не подглядывай, ладно? Ну, красиво, вкусненько. Угу, угу. Необычненько. Для сиреневого аромата необычненько, да? Угу. Так, держи. Немножко другое направление, чтобы тебе перебить тот. Угу. Сейчас я заюдила. Заюдила? Угу. Ну вот я, кстати, вот в этом. А вот это что ты мне вот отдала? Это ты мне дала сейчас. То, что ты мне дала. А, это у меня есть. Слушай, ну вот они похожи вот какой-то вот этой содовой. Вот здесь есть такой же отголосок соды, как и здесь. Вот по-руму. Он совершенно разный, но вот я слышу вот эту вот щелочную какую-то. Вообще ты обычно вот эту ноту очень хорошо вычленяешь. Да? Да. Давай, вот всё, что ты... Ой, опять Наташкин, вот этот вот. Амбра. Нет. Второй попытка. Ой, опять она со своим. Уды. Уды. Ну? Уд? Или не ут? Ну, какой-то нежный. Нежный. Да. Деревяшечка. Почему у меня ут не ассоциируется с деревяшкой вообще? Нет? А он просто по-разному. Он где-то так медицинкой отдает, а где-то как нежной. Вот здесь вот больше медицинкой. Ты же сказала деревяшкой. Я же тебе говорю йодиком пахнет. Да, мне вот деревяшечка как-то... Мне прям он тут очень корректный, это тут. Он нежный, но чуть-чуть фонит йодиком. Ир, как думаешь, кто вот мог такое сделать? Ну, не Том Форд. Это Том Форд, аромат называется ут-вуд. И в нотах здесь ут, розовое дерево, сандал, кардамон, ваниль, сычуанский перец. У него такая красивая реклама, кардамоном пахнет. Ветивер, бабы тонко и амбара. Чем пахнет? Кардамоном. Кардамоном? Не молотом. Специевость, да, присутствует? Да, я вот сейчас тут прочитала, кто кардамон. Не, а я очень дерево здесь. А я дерево не... А я прям очень-очень. Интересную такую статью читала, как бы, ну, довольно банальная идея, все об этом знают, но написано, она была как-то очень интересна о том, насколько по-разному воспринимают ароматы мозг. Один и тот же аромат. Мы с Ирой не на коже тестируем. То есть это вот то, что она чувствует, то и я. Но ее мозг выхватывает эту ноту и делает ее главной. Она скажет, что это только про кардамон. А для меня это дерево, и мой мозг схватывает только эту. И вот так же, все ароматы, да, кому розы, кому мимозы, и, конечно, это все так очень... А еще смотри, если уж мы пойдем это в метафизику, то смотри, как летает информация, мы в одном информационном поле. Ты сидишь и думаешь о Том Форде, и я тебе говорю, ты же вопрос какой задала? Кто это мог сделать? Я тебе говорю, только не Том Форд, но она выцепила твой... Знаешь, я просто одни духи назад, мы с тобой говорили, Том Форд, и развили эту тему. У тебя отложилось вот это? Еще в одном информационном поле. Ну это да, да. Давай, куда-нибудь там или отворачивайся, или куда-нибудь, да, мы сейчас какой-нибудь... Просто хочется найти... А, вот, 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 вот. Это новогодние праздники. Нет, я просто очень люблю утро. Утро? Да. Я выживаю в утре. Утром я выживаю. Так, это я опять тебе две дала. Ир, давай подумай, для меня этот аромат из всей подборки... Нет, ты скажи, а потом... Для меня с кишими фруктами пахнет. С кишими яблоками. Угу. Прямо прокисшими яблоками, когда они загнивают именно. И вот этот газ выделяется из них. И вот прям вот, вот только ими. Брагой что ли? Ну, не брагой, нет. Именно вот, когда свежее яблоко, вот, обычное яблоко, да, и оно начинает пропадать. И оно вот это синеет, оно становится вот, если ты на нее... Ты положишь их не квасить, а гнить именно. Ты на нее даже вот так вот подаешь, она как подсдуется чуть-чуть. И вот там будет этот аромат. Я просто сгнаиваю яблоки, потому что достаю из них семечки. Постоянно. Ну, я серьезно говорю. Бывало, знаете, к Ирке домой приходишь, а там яблоки сгнаивают. А у меня стоит тарелка накрытая, и я говорю, не смейте мои яблоки выкидывать. У меня просто яблоки охотенные выросли. И это дерево нигде не продается, я не могу его найти нигде. Только в одном питомнике и за какие-то космические деньги. Поэтому я решила собрать яблочки и вырастить... Сама. Сама. Еще. Но их сначала надо сгнаить. Да, их надо сгнаить, чтобы они из попудово взошли. Так, ну что там у нас по поводу... Яблоки гнилые. Слушай, вот понимаю, почему это яблоки, но почему прям гнилые? Вот потому что я тебе говорю, гнилые. Они так вот... В них есть вот эта вот... Вот та активная нота какая-то, газовая какая-то. Пузырящаяся. Вот у меня пузырится что-то прям. Лимонадиком? Ну, у тебя это лимонадик... Ситро, да. А ситром пахнет? Пахнет, пахнет. У тебя просто это так исцелится, а у меня в чистом... Нет, у меня не исцелится. Я просто искала яблоки и газировка ситро. Ну вот, а я тебе просто описываю это на фоне гниющих яблок. Подожди, а ситро это яблочное или нет? Нет, это просто... Я не знаю, что там за эссенция в ситро. Мне кажется, это или груша, это... Это дюшес. Дюшес. А ситро это, по-моему, яблочное, да. Ир, люкс ниша? Я думаю, это люкс. А почему ты так думаешь? Не знаю. Хотя в нем есть... Ну, сейчас и в люкс стали вводить. Вот этот вот... Там есть... Как сказать... Вот эта подложечка, как в нишевых сейчас. Слушай, на самом деле, вот этот аромат меня очень удивил. Знаешь, почему? Потому что вот на бумажке мы его сейчас чувствуем, как нанесли, так чувствуем. А на коже он настолько трансформируется, спустя 15 минут, неузнаваемо. Неузнаваемо. И я думала, что это ниша, потому что я никогда не встречала, чтобы в люксе настолько... Может, на моей коже так, чтобы настолько трансформировались. Никогда. Но на самом деле ты права. Я думала, это ниша, но это люкс. Это люкс, просто сейчас многие люкс стал выпускать старый, да? Старый, старый люкс. Знаете, что это такое? А, вот я в новых заметила, что они стали вот эту подложку... Это Шанель эгоист. Я даже не... Мужской. О, мужской. Я тоже думала, что это женский. Я думала, что это... Мужская ниша. Я тоже думала, что... Представляете? В 1990 году выпущен. Розовое дерево, кориандр, махагоний, сицилийский мандарин, корица, дамаская роза, гвоздика, базовый нот сандал, табак, ваниль, кожа и амбара. Я извиняюсь, если вдруг я зачитала пирамиду в Шанель, вообще не разбираюсь, вдруг они какие-то... Вот здесь написано, Шанель эгоист пюр ом. Вот я, в принципе, пирамиду эгоист Шанель и нашла для мужчин. Я надеюсь, что я... Что-то ты там прочитала, и я подумала, что вот... А, табачком чуть-чуть отдаю. Так, ну давай куда-нибудь отворачивайся. Так, мы стоим раз, два, три, четыре, пять, еще пять. Покажу всем, что я красивый, но не пюр. Да. Вот этот мы сейчас с тобой. Держи, Ир. Зачем я себе брызгаю, не знаю. Ирка отвечает, у нас я себе тоже. Слушай, ну такая... Ну такая летняя фруктовая груша такая, ух, конференция. А вот сейчас, а потом она начнет пахнуть цветами. Вначале слышно грушу, а сейчас я уже слышу там появляющиеся цветы. Он очень цветочный, но почему-то ассоциируется с фруктами. Он весь в цветах. Он просто цветы. Люкс, Ниша. Люкс. Люкс. Блин. Нам пришлось прерваться, я меняла батарейки, потому что мы заметили, хорошо, что вовремя батарейки в микрофоне сели. А я все нюхаю. И у нас был шанс дописать это видео без звука. Было бы очень обидно. А Ирка сидит, все тут разнюхивая. Так. А что ты говоришь? Люкс или Ниша, ты мне что говорила? Я тебе сказала люкс. Люкс. Ну давай еще раз, что ты там? По-моему, я сказала люкс. Я говорю, что он прям вкусненький. Нравится тебе? Ну да, мне нравится. Не знаю, я не могу сказать, что я бы себе это такое выбрала, но он привлекателен. Да, он какой-то женственный очень. А куда я-то делать? Какой-то прям такой женственный-женственный. Помнишь, я тебе в начале видео, когда мы с тобой тестировали один амуаж, я тебе сказала, что есть еще аромат амуаж, который называется имитейшн, имитация. И я тебе сказала, что я вот чувствую вот эту какую-то одну базу мыльно-химозно, ну короче, вот какое-то такое. Вот здесь я чувствую, это амуаж, имитейшн, я боюсь просто неправильно, это имитейшн, имитация. Вот они меня настолько смущают, вот эта вот мыльно-химозно-цветочность, вот она у меня так, как будто ты нюхаешь поверхность кускового мыла вот такого. Какого-то, может быть, розного там, что-то такое. Они очень такие, да, сильные. Но я говорю, при всем при этом они привлекательные почему-то. Это единственный из амуажей, а у меня есть благодаря славе отливанты всех опусов и какие-то ароматы в полноразмере, какие-то вот опять в отливантах. Сегодня мы там тестировали, будем тестировать. Я очень хотела купить в полноразмере этот аромат. Это единственный аромат у амуажа, который для меня вот прям... Не знаю, мне кажется... Я его наношу, а меня прям, меня убить кого-нибудь хочется прям. Мне настолько он неприятен. Хотя... Я не могу сказать, что он неприятный, он вкусный. Вот знаешь, что... Он не очень странный, это неправильное слово. Очень странный то, о чем мы до этого говорили. Он просто такой сладкий и такой... Как это сказать... Не назойливый, но... Меня он не смущает. Он в тебя. Вот знаешь, что я когда его... Может он нам так... Проникающий, вот он. Вот я его когда нюхаю из флакончика, вот он меня не бесит. Я бы даже сказала, что он мне нравится, я бы его носила. Да, вообще в другом флаконе. Да, да. Вот он мне вот так нравится. Как только я его наношу на свою кожу и проявляется вот эта пластиковые цветы и мыльность, все, меня аж прям до одурения. Мне прям аж плохо. Мне кажется, на море он вкусно пахнет. На море? Угу. Ну, про ноты скажешь? Какой-то к водной стихии его, как будто он не вода, и вот его надо к воде. А знаешь, что еще? Такое ощущение, как будто здесь есть какие-то минеральные ноты, да? Да, да, да. Вот минеральность какая-то. Вот. Не знаю, я ничего не могу сказать, но... Он вообще ни на что не раскладывается, не разбирается. Вот вообще просто. Он вначале пахнет прям почему-то грушей. Вот такой, знаешь, такой вот... Вот этот грушевый сладостный с кислинкой, вспрыск как будто вот такой прям. А потом, ты понимаешь, это только цветы. Иланг-иланг, цветок апельсина, жасмин и розы в верхних нотах. В средних черная смородина, альдегиды. И именно альдегиды ассоциируются у меня с вот этими минеральными нотами. И я уверена, что именно альдегиды именно в этом аромате меня смущают. Прям вот я ничего не могу сказать. Лакричник. Это вот то, что дает, видимо, сладость, наверное, тебе. Базовые ноты ладан, почули и сандал. То есть не так уж и про цветы, да? Жасмин, розы. Ну, все равно, смотри, сколько. А иланг-иланг, он вообще всегда очень... А ты его чувствуешь здесь? В общем, короче, меня здесь в этом аромате очень смущают альдегиды. Мне это пахнет как пластиковые цветы и запах поверхности кускового розового, может быть, даже мыла. Да, я тебе говорю, он именно вот какого-то розового цвета, потому что он... И вот поэтому, я тебе говорю, он такой женственный. Он вот при всем вот этом... Ну, он женственный, это правда. Это очень женственный. Это вот прям такая женственность в кубе. Ты пока разговаривай, я буду брызгать следующее. Прям очень женственный. Женственный, да, я абсолютно... Я даже вот уверена, что мужчинам на женщинах практически на всех бы это понравилось. Совершенно неважно, на какой женщине он будет пахнуть, а будет вкусно. Ну, сейчас с тобой вот этот вот аромат. Мне кажется, мужикам зашло бы. Воплощение женственности. Да, он очень женственный. Вот эти все, они вкусные, другие, но они вызывают спорные вопросы. Я скажу, вещь гарантированная. Вот это, да? Вот это, да. Вот это вот опять я слышу, вот эту розу застоявшуюся. Только уже теперь с этим. Знаешь, что, поближе ко мне немножко, а то ты, во-первых, выпала. Который ненежный. Ну, тут прям заудища, удища, вудища. Очень удовый. И он лезет и лезет все активнее и активнее. Ниша или люкс? Ниша. Это люкс? Какой-то странный новый люкс? Нет, это ниша. Что ж тебе еще-то спросить? Ну, про цену я не спрашиваю, да? Потому что... Что ты про цену мне можешь сказать? Ничего не могу сказать. Ничего не можешь сказать. Мужской, женский? Ну, он не дешевый. И это ясно. А, наверное, я могу предположить, что еще и очень дорогой. Не нравится тебе? Нет. Не нравится. Очень, очень противный уд. Предыдущий аромат был амуаж имитейшн женский. А это мужской. Амуаж имитейшн мужской. Ну, он вообще с мужчиной. Это что? Это только вот если у меня ассоциируется, знаешь, с каким мужиком? Ну. Это какой-то вот этот турок такой весь. Аккуратненький, с бровками, с причесочкой. Серьезно? Да. Я скажу, вот эти вот сейчас ходят качки, они мне стали... Я тут вдруг решила рился вообще посмотреть, что это такое. Там мне все время присылают, присылают. И я решила в Инстаграме открыть, посмотреть природу. А мне почему-то там... Турецкие мужики. Мужики здесь какие-то попались. Короче, вот эти качки в трусах, которые такие... Брутальные красиво где-то идут. И они вот пахнут этим. На природе. Турки на природе. Ир. Чё? Ну, а вот я не знаю, что мне тут вот сложно. Эти, специй как много. Ну, наверное. Не чувствуешь ты? Я вижу, я ничего не чувствую, я вижу этих турецких мужиков. Короче, мужской имитейшн, имитация. 18-го года аромат, свежачек. Цитрон, мускатный орех, чёрный перец, средние ноты корень ириса. Турецкая роза, Ир! А там и они, да? Турок с букетом роз. Бегущие по парке тяжёлые. Вот я просто не очень чернявых люблю, поэтому мне вот так же вон. И фиалка, кожа почули мира, касториум и литивер. Сейчас мне скажут, что мужчины вдруг ещё что-нибудь подумают. Нет, они красивы, но они настолько красивы. Вот, когда, знаешь, красота становится такой сладкой и даже слащаво-неприятной, потому что нельзя быть таким красивым. Потому что нельзя быть красивым. Нельзя быть таким красивым. Ну, что за дела идёт, как баба роза. Ну, почему он красивее меня? Ну, и он нос вообще просто как... Так ты просто завидуешь, мать! Это просто... Нельзя просто так. Надо быть приятным. Вы поняли, да, что Ирка завидует турецким мужиком? Слишком красиво. Слишком красиво. Поэтому в Турцию никогда не летала. А я теперь не поеду, я рилфик не смотрела. Чтобы сердце не остановилось от расчарования. Прямо в аэропорту. И встречают такие. Можно, может, саспорт от захохло. Оторгли от меня со своими духами, да? Мне кажется, у меня это... Тушь потекла. Давай следующий. Так, Вер. Блин, у меня же затылок заболел. Ну, что-то... Так по сосуду, наверное, что-то... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ещё три аромата мы с тобой, да? Ты закрыл там, да? Да. Так, Ир, а где вот это я хотела тебе? Давай вот этот вот. Ой, Ирка. Я не могу. Держи. Ой, с женным сахаром запахло. Здесь очень сложное название. Я даже обязательно ошибусь его произнося. Ну, я просто, во-первых, не знакома. Во-вторых, я не знакома с произношением. И с этим я... Опять? Что-то из тут. Нет. Так, как же это написать-то? Ой, слушай, у меня прям слёзы из глаз. Сейчас. Па-а-а. Так. Господи. Сейчас. Нет, ты можешь, если что там, говори. Я теперь про японцев вспомнила. Про японцев. Почему я не летаю в Японию? Я тебе потом покажу видосы, я Максу мужу покажу, говорю. Мася, а что они такие красивые? Так не бывает. Я говорю, это кто вообще? Не знаю, такие они такие высокие, статные. Это понятно, что Тараса, но я не поняла, кто это китайцы или японцы. Но они идут, ну, монголоидные. Но они идут об этом, как в нарядах, как в мультиках анимешных. Такие какие-то. А ты почему сейчас об этом вспомнила? А ты почему сейчас об этом вспомнила? Ну, я уже теперь в меня в ситуации. Мы по странам пойдем. А может, это вообще корейцы? А может быть, они такие ровные. Опять слишком красивые, да? Те прям красивые, но они приятные какие-то благородные. Ир, давай, что там с жженым сахаром? С жженым сахаром пахнет еще чем-то. Тошнота. И с жженой карамелью. Ну, да, чем-то с жжженым. Ну, кстати, с жжженым карамелью вот это, да, когда... Ну, сахар, да, жжженый сахар. Ну, каким-то цветком, да, пионом, наверное. Ну, почему-то в желудке стало больно. Может, ты покушать хочешь от жжженой карамели? На самом деле здесь очень пахнет жжжженой вот этой карамелью. Прям сладкой-сладкой. Прям, если вы в детстве топили сахар в ложке железной, да? И когда он подгорать начинает. Да, и когда он там маслицем смажет, он все равно подгорает. И вот этот запах... Ну, мне просто он нравился. Нет, мне сахарный тоже нравится, а здесь он просто с чем-то еще. Люкснейший. Он даже, знаешь, чем больше, когда вот сахар попадает на внешнюю сторону, и он начинает пригорать. Вот так. И этот запах хуже не не нравится. Он и на внутренний пригорает. У меня, знаешь, наши ложки такие были, но пригорало и на внутренний. Я просто в половниках железную делала. В половниках? То есть большую карамель только. Нет, тут половник. А я же много. Ты налила, мы с братом вдвоём. На семью. На самом деле это было очень полезным. Ты знаешь, это от кашля. Да, лечили раньше кашель. Люкс ниша. То ли мы не кашляли. Слушай, вот это, кстати, можно, когда заболел, полизать. Ну, полизать, не знаю. Может, пары тоже так же действуют. Люкс ниша? Наверное, ниша. Дорогая, нет? Больше 10, меньше 10? 12. 500. Это серж лютанс. Аромат, который называется... Ир, давай ты опозоришься. Давай. Вот чёрненьким это он. Лепартики пас. Сердж лютэн. А я вообще детям тут предложила. Ну, я просто бунтарь школьный. И мне, Кристина, ну, дочь говорит, на произношение жалуется учитель английского. Ирка пошла в школу и показала, как мне... Я говорю, Кристи, ты берёшь и говоришь просто, я человек русский, очень патриотичный. А я не хочу говорить, я хочу говорить, wonderful life. The fucking British op London. Так, значит, верхние ноты. Артемизия и бергамот, средние фруктовые, перец, базовый египетский, бальзам, смола, карамель, кумин, кожа, почуня. Чё-то наговорила. Ты поняла, нет? Карамель есть. Всё, правда, не изжжёная, к сожалению. Там в нотах нет ложки. Вроде он прям приклеился. Он очень сладкий. И очень приклеился. Очень липучий. Сколько мы понюхали, все спокойно в сторону отложил, а этот прям... А этот неспокойно. Прилип как будто. Не люблю, как так делают духи. Они меня раздражают. А у Ирки просто горячая кожа, и если он на бумажке так прилипает, то кирка прилипнет в то... Как будто я ковырялась мордой в жаном сахаре. Ир, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, девять, десять. Нам осталось два аромата. Я предлагаю, наверное, вот этот. Да, он липучий пристал. Прям кошмар. Давай. Я пока поищу. Вообще, вот честно сказать, вот плюс-минус, да? Но в целом, вот если бы я подошла нюхать линейку, на мой взгляд, обыватель, я бы сказала, что это все из одной оперы. А я тебе сказала, потому что будет очень тебе сложно, потому что аромат хоть и разный, но вот они... Да, все в одной. То есть нет такого нежные пиончики, да, чтобы чем-то разбавить. У меня такое ощущение, что я нюхаю одно и то же, чуть-чуть по-разному сложенную. Ну, Лилла Клафт, который сиреню. Ну, этот-то да, он отдельный. Ну, давай. Не знаю, опять газировка. Вот мне вот здесь больше газировкой пахнет, чем в том. В том я не особо, чем в том. Причем я их даже... Они такие интересные, вот если есть какие-то раскладываются, то это не раскладывается. Это какая-то газировка, а в ней набор. А мне наоборот вот этот прям... Да, если предыдущие как-то это... Да нет, они все... А вот этот прям... Нет, какие-то фрагменты. Специи много. Ну, специи очень много. Ну да, они все со специями, я заметила. Вот в этом. И все вот эти истории... Тут, наверное, тоже есть кардамон и гвоздика. Тмин не знаю, я не слышу тмин. Я вообще тмин редко слышу. Ноты. Тмин. Опять этот, как общая база, да? Кардамон ты говорила, да? Кардамон тоже есть. И шафран есть. Розовый перец, алибамон, мускатный орех, мирт. Мира, герань, уд, ладан, кожа, касториум, почули, кедр, сандал, стеракс, мускус. Я вот только знаю, что вот если вот переложить тмин как... Я его никогда не слышу, вообще нигде. Даже в еде. Не знаю, почему он выпадает у меня. Вот я его единственная... Он даже когда в черном хлебе, хлеб с тмином, я все равно в нем больше слышу черный хлеб. Вот именно ржаное вот это, нежели сам тмин. Вот еще есть бородинский с кориандром. Вот его я хорошо слышу. А тмин всегда он почему-то у меня врастает. Люкс, ниша? Да, ниша. Слушай, Ир, а вот просто ассоциативно чем пахнет? Вот тебе спросили, чем пахнет? Не ноты, а вот прям чем пахнет? Тебе вот человек подошел вот в стакину... Все равно газировкой. Ну вот общее впечатление, ты пахнешь газировкой. Ну, на листик пахнет газировкой. Я прям сто пудов уверена, что на теле это будет по-другому пахнуть. Для меня просто специи не могут остаться вот такой общей картинкой. Не, а тут знаешь, вот что вот мне этот... Вот смолы, смольность. Не чувствуешь? Нет. Я прям вот смолистость вот эту вот... У меня в предыдущем, по-моему, аромате почему-то вдруг раз и нарисовалось, как будто в церкви стоишь и жгут что-то. Это вот с этим было. С Сержа Лютанцем? Да. У Сержа Лютанца очень много таких атмосферных, давища церковно... Вот даже не запахов, а вот сама атмосферность. Я тебе сейчас один аромат дам. Нет, этот у меня... В общем, у меня здесь очень много... Вот мало я рассказываю. У этих и очень много специй. Ну пока вот прям... Ну они все вообще здесь со специями. Ну во всей общей куче они как-то больше пахнут все время... Ну в общем, я так понимаю, не особо, да? Для мужчин, для женщин? Не знаю. Я бы, наверное, кстати, между прочим, много что отдала. Хоть они и не ассоциируются с мужчинами, но я представляю на мужчине. Унисекс типа, да? Амуаж, эпик, мэн. Но тут вот, знаете, по поводу амуажа, мне кажется, что вот это вот мэн, воман, очень... Вот прям, вот все унисекс. Вот этот аромат запросто можно на женщине представить. Так же, как и на мужчине. Так, а я прочитала ноты? Я бы даже подумала, что чаще это купили. Вот сейчас мне очень сильно пахнет табаком. Прям вот свежим-свежим листом табака. Да? Ну, не свежим листом зеленым, а в смысле, когда табак, ну, уже табак, но он сырой еще. Я поняла. Не засушенный еще. Не в сигарете засушенный, да, когда он влажный. Вот, не знаю, что-то отложила и вот им запахло. А там есть табак? Нет. Так, нет табака и у нас нету больше этих бумажечек. Сейчас я быстренько накромсаю. А что это не туалетная бумага? Эстетичная она. Слушай, я что-то забыла про туалетную бумагу. А салфетки надо было мне привезти. У меня есть салфетки. Ну, держи. У меня есть салфетки, есть туалетная бумага. Красивый салфетки. Мы сейчас будем с тобой вторую часть, когда немножко отдохнем, да? Будем с тобой вторую часть снимать. Я принесу красивые салфетки, если мы... Вот я тут увидела, один человек нюхал на ватных дисках. Да. А сейчас многие очень блогеры на ватных дисках. Ну, что я... Я, конечно, не профессионал. Так. Но, ребят, ватные диски имеют только запах ватного диска в чистом виде. Очень активный. Я его настолько вот этот, я не знаю, хлопковоцеллюлозный вот такой вот. Я его... Ты вдохни и рассказывай, потому что здесь очень важно с самого начала его. Вишня. Вишня, вишня, вишня такая. Хорошая вишня? Хорошая. Правдоподобная? Вишневая, привишневая. Это что, Томфорт Челли? Ласт Челли. Ну вот я его... Сложно его, да, спутать? Или ты его нюхала? Нюхала. Ты мне просто рассказывала, что он очень натуралистичный. Подвиньтесь ко мне. Душа моя. Ну вот я тебе говорила, что он очень натуралистичный, с цедрой хотел сказать, с косточкой. Да, с косточкой, да. Ну я при всей своей любви к вишне почему-то вот не могу. Сладко очень? Да. Для тебя сладко. Слишком правдоподобно? Правдоподобно, да. Что за прикол? Ну прикол такой, что знаешь, вот когда люди очень любят вишневые ароматы и всегда спрашивают, типа, какой вишневый аромат купить? И все, что, из люкса, например, там, герлен, черное платье, знаешь, такие ароматы? Вот их, типа, там, вишня, все. Вот я его когда вдыхаю, этот герлен, черное платье, вот сравни вот эту вишню. И вот в этот люкс, герлен, черное платье, вишня, ну какая-то вишня там, ну что-то, ну типа, да, ну вроде вот этой плотностью, какой-то фруктовостью, вот этой ягодностью, ну вроде, но ты вот эту вишню сравниваешься, вот эта вишня, вот эта вишня с косточкой. И в герлен, там близко этот герлен не стоял, поэтому мне, у меня ценность этого аромата в том, что... Это вишня. Это вишня. Вот это вишня, а не герлен, черное платье, вот. Ну, как бы, да, смотри, Ир, черный, горький миндаль, вишня, ликер, средних нотах вишня, сливы, турецкая роза, жасмин, самбак, на самом деле, видишь, как тут все. А миндаль очень слышно. Да, бобы тонко, ваниль, перуанский бальзам, корица, бензоин, сандал, кедр, гвоздика, ветивер и пачули. Мне, когда Слава только прислала эти от Леванта, я брызгала на себя вот этот вот аромат, я была настолько разочарована. Ты себе просто не представляешь, потому что он же стоит, как крыло самолета, вот этот аромат, да. Он как раз тогда был очень модным, популярным, недавно вышел, там более 20 тысяч. В общем, короче, стоил дорого. Я так думаю, прям вишня, я очень хотела вишню, вот это все. Я брызгаю, вот эта вишня, 2,5 минуты, а дальше невнятный люкс, совершенно простецкий. Я думаю, господи, это 25 тысяч за то, что я 5 минут буду... Вот эта вот натуралистичная вишня, в общем, от Леван стояла, я его периодически вот этот разнашивала. И он теперь от меня от начала до конца пахнет вишней. Ушла вот эта вот невнятная какая-то, как люксовая невнятность, непонятно, ушла. И теперь это всегда вишня, и довольно стойко, кстати. Хотя при первом тестировании аромат на мне продержался на часа полтора. Ну, может, побольше я, а сейчас прям держится. И вишня постоянно, сладкая вишня, сладкая вишня, никак больше не раскрывается. Вот. Поэтому, если прям любишь вишню, хочешь вишню, то тогда за это денег не жалко. Потому что более правдоподобные вишни... Ты помнишь, я тебе давала аромат Haltat Night от R-Collection? Нет. Ну-ка, посиди-ка. Да. Да, я помню. Вдохни и скажи мне, очень многие спрашивают, какой аромат больше нравится. Этот... Они просто совсем разные. Этот больше такой, как его, восточный, в нем есть вот этот. А тот... Просто вишня. Просто вишня, да. Ну, здесь вишня тоже есть. Европейская вишня. Да, вот я тоже так считаю. Этот, как я... Здесь восточная такая кальянно-шейховая вишня, да? Немножко дымности. Дымная, да, такая. А там просто такая. А вишней похоже? Вишней. Ну, ты вишню услышишь, да. А какой тебе больше нравится? Какой, в твоем понимании, более... В моем вот это более парфюмерный. Халтат. Да, и парфюмерный мне нравится больше. Я так и знала. Он такой поглубже с точки зрения парфюмерии. Это прям вот парфюмерия. А там, если ты хочешь вкусную... Вишню пахнули. Компотом. Компотом, вишней, да. 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 Я бы, наверное, выбрала этот. У меня точно такие же впечатления. Ир, мы с тобой прерываемся. Это будет первая часть. В скором времени на канале выйдет вторая часть. И на вторую часть мы оставляем те ароматы, о которых я говорила в начале видео. Те, которые забивают все рецепторы. Это то, что более стойких ароматов в своей жизни не встречала. Я не знаю, встретили. И это просто все-таки феноменальное. Там не все так просто. И мне безумно будет интересно услышать именно об этих двух ароматах твоих. Своё мнение. Потому что я тебе потом скажу, что... Угу. Хорошо. Вот. Безумно интересно. Пока мы с вами прощаемся. Новогоднее вам настроение. Потому что эти видео, скорее всего, выйдут, когда уже праздники наступят. Может, вы нас смотрите под какой-нибудь салат. Ну да. Вот. Поэтому мы с вами прощаемся. Но ненадолго. А я пока покажу тебе то ли японцев, то ли корейцев. До новых встреч. Продолжение следует...